Чё, когда? А, всё уже? Итак, друзья, продолжаем наш марафон с ежедневными блогами. У меня пока получается, мотивация на пределе, очень соскучился. Я хотел немного про свадьбу поговорить, потому что так или иначе летят вопросы, дорого или нет. Если кратко, то дорого. Может быть, кому-то и недорого. Вдруг миллионеры меня смотрят и говорят, эээ, копейки. Давай прям по порядку, да, наверное, пройдёмся. У нас аренда сколько стоит? Я, конечно, блин, начинаю рассказывать, но подсказывать ты не будешь, потому что я по ценам. Ну, я думала на свой канал это всё буду расписывать, рассказывать. Ну, у меня очень кратко, очень кратко, такая мужская версия, сколько по итогам там получится. Ну, в принципе, если я пройдусь по каждому пункту, это то, что я и хотела рассказать. Ну, у тебя будут там фотки, у тебя там мнение будет. Ну, ладно, ладно. У меня в меньшей степени эмоции. Окей, аренда шатра 40 стоит. Аренда шатра это, по сути, помещение. За каждого человека мы будем дополнительно платить 5000 рублей. Это еда и алкоголь. Плюс дополнительно ещё за фуршет. С учётом количества гостей. Двести. Получается, если вместе с арендой считать, то около 230. Если без аренды, то вот стоит. Не, ну это я отдельно. В общем, еда, гости, фуршет 200к. Дальше у нас 60 тысяч будет стоить наш чувачок, который стендапер. Плюс ведущая 55. Плюс фотограф сколько? 25 фотограф. 25. Видеограф ещё 35. 40. А, 40. Там два видеографа, 40. А, 40. Окей, я думал, 35. Нет. Плюс дополнительный декор. Ещё соточка. Да. Больше. Ну там больше. Там 116. 120 тысяч. Плюс дополнительные подарки для гостей. Ещё какая-то сумма будет потрачена. Не для всех гостей мы там подарков 5 всего купим. Не, ну понятно. Окей, не для всех, но я просто это... Я пока даже не знаю, сколько это стоит. Так. Тортик. 1015-20. Да, да, около 15 тысяч. А, что ещё я мог забыть? Такого из крупного. Ну, у меня всё в смете, всё прописано. Я так, наверное, не вспомню сейчас. Но мы не будем же считать там платье, кольца, костюм. Вот это всё. Ой, ну это вообще. Это если считать, это прям там... Уже за миллион с копейками. То есть то, что ты сказал, там 700 тысяч. Ну, конечно. Я себе костюм купил. Ну, как костюм. Брюки отдельно, рубашка там красивые, ремень и т.д. Это типа полтос вышло. Катюхина платье у них два. Кольца мы купили. Они у нас из белого золота. Тяжёленькие. Да, там ещё какая-то сумма. Ну, короче, ребят, ну так прилично получается. И плюс будут ещё дополнительные расходы на отели. Ну, естественно, манки, деньки с Тёмиком. Это мой племянник. И, ну, может быть, заблаговременно ещё кто-то приедет. Тоже надо будет оплачивать это всё. Ещё нужно будет, так как свадьба в Брянске, кто-то приедет там из соседнего города, какие-то наши родственники. Вот одна приедет тётя, сестра мамина с Омска. Вот. Но им не надо отели снимать, они все у нас. У Юли поживут. Да, да, да. То есть отели снимать не нужно, но я к чему это всё говорю? Потому что нужно будет заказать два автобуса, микроавтобуса. Да, ну это трансфер ещё. Трансфер. Конечно. Но это будет, на самом деле, недорого. Брянский трансфер, по-моему, там что-то две тысячи за автобус. Что-то типа того. То есть четыре тысячи это будет стоить. Твета вряд ли. По-моему, так их довести туда полчаса. Ну, короче, вот, примерно так. А ты там меня снимаешь, я попадаю в кадр. Так что, ребятки, это вообще не дёшево. Прям хочется сказать, подписывайтесь в мой ВК, становитесь донатерами. Потому что, ну реально, просто у меня деньги в ноль улетают. До этого мы с тобой катались, что-то там в онлайн трейд постоянно. Сейчас всё вообще. Стоп машина. Блин, вот не поверите, у меня до зарплаты осталось 1300 рублей. Я вот даже сейчас не смогу заправить до, как бы, полного банка. Ну, все деньги просто у меня сейчас на карте, чтобы я расплачивалась со всеми подрядчиками. Ну да, я ещё Катюхе, да, всё скидываю. У неё всё агрегируется. Поэтому, как бы это смешно не звучало, но реально живём под ноль. Чтобы успеть накопить, потому что предложение я сделал неожиданно. Думали, что в следующем году справим. В итоге решили, что всё-таки в этом. Если Катюха будет беременная. Ну, как бы, потом уже и мотивации меньше свадьбы играет. Ну, как-то, короче, это всё накладывается друг на друга. Поэтому всё, что получаю, всё уходит на свадьбу. Вот. Так что... Ты просто впервые, на самом деле, на канале рассказал про беременность. Кто-то спрашивал, да, то, что планируем, не планируем. Я уже отвечала в прошлом, многие у меня на канале. То, что, да, мы планируем и мне не хочется либо уже с ребёнком делать свадьбу, ну, с грудничком, либо как бы беременная. То есть, ну, мне не хочется этого делать. Не выпить, не повеселиться особо. Да, да, да. Вот. Ну, и как бы животик, понятно. Вот. Вот. А на первых месяцах вообще нежелательно сильно прям как-то веселиться и хлипать. Месяцах или месяцах? А, не важно. Я вот что-то не понял. Вообще, мы решили сделать свадьбу в этом году, чтобы уже спокойно жить жизнью и планировать, если что, детей, чтобы я не переживала о том, что вдруг я сейчас забеременею, а как свадьба? Вот. Сейчас, получается, да, напряжённенько. Мы не готовились к свадьбе заранее. Это всё произошло внезапно. И предложение ты мне сделала в начале мая. Получается май, июнь, июль. Мы за три месяца должны подготовить свадьбу. За три месяца, блин, почти миллион. С учётом колец и прочих вещей на самом деле больше получается. Ну, если учитывать, да. Поэтому сейчас достаточно тяжело с точки зрения финансов. А у нас сейчас вечерние покатушки. Мы стоим на Ленинградке. Я тут запулю фоточку. Мол, что делаете вы? Я тут в пробочке. Хочешь, почитаю, что народ пишет? Уже 14 комментов. Так, ждём влоги. Что ещё? На работе парюсь, за компом. Дома видосы смотрим твои, Катюхины. Пью кофе с пряниками. Делаю упражнения питон. Кто не в курсе, поел и лежу. Борс с чесноком ем. Гуляю с детьми. Изучаю тестовый Samsung A32. Погружаюсь в мир андроида. Может быть, разработчик. Кто-то укладывает малыша спать. Сижу дома под кундюком. Смотрю твой влог. У нас просто невыносимая духота. Это Эмма. Эмма Барганова, да? Да. Привет тебе большой. Одна из немногих подписчиков, которой я знаю имя, фамилия наизусть. Она очень часто комментирует положительно. Собираюсь приятно провести вечер на берегу водоема. А я не в пробке. Вот такие комментарии. Может быть, сейчас еще к маме заедем. Не знаю, посмотрим. Ну, блин, сколько мы уже едем? Час, блин. Надо было мне сначала посмотреть пробки, а я что-то как-то поехал, думаю, что сейчас пролечу. А еще дождь пошел. Замечательно. Пока мы с тобой снимаем видос. Вот так вот. Не видно. И, кстати, я хотел еще добавить по поводу донатов. У меня в АК уже есть три поста, которые я сделал исключительно для тех, кто донатит. Ну, чтобы это не было, просто кидайте мне деньги. Я тоже, на самом деле, стараюсь, выкладываюсь. И там еще есть закрытый чатик. На самом деле, что у меня, что у Андрея, это больше, как не знаю, какая-то личная переписка. Потому что мы там с Андреем можем как-то попереписываться. Там даже я выкладывала себя в канал. Андрей мне написал в этом чатике закрытом. Катюха, я пишу, что... Такой, неси кефир мне, пожалуйста. Налей кефира, плезир, я написал. Поэтому у нас вот такая движуха. Но, опять же, не хочу, чтобы я выглядел как корыстная скотина. Типа, обязательно платите мне бабки. Нет, по желанию. Мне, на самом деле, кажется, что для подписчиков самое интересное будет из всех вот этих плюшечек ВК, ну, для донатеров, это именно прямые трансляции. У меня, допустим, сейчас, если не считать Андрея, он тоже стал донатером. Если его не считать, то у меня, получается, пять человек донатеров, именно из подписчиков. А у меня девять. И я, не знаю, завтра, наверное, попробую провести прямой эфир для этих людей. Ну, я, естественно, в чате у них спрошу, смогут они или нет. Смотри, какой свет сейчас прикольный, да? Да. Да, вообще, Кэмон, конечно, не могу, прям просто картинка. Мне кажется, это прикольно, когда такой узкий круг, всего пять подписчиков, и я, и Андрей, возможно, там будет. Мне кажется, будет прикольно. Ты, главное, про время спроси, потому что многие работают. Я, например, я даже твою трансляцию посмотреть не смогу, потому что у меня завтра опять целый день со звона. Так я могу поставить на 7 вечера эту прямую трансляцию? Ну, если только так. Ну, если кто-то в Новосибирске или Перми, то им тяжело, конечно. Там всего пять человек, так что мы у них спросим, если они не смогут в среду, в четверг, в пятницу сделаю прямую трансляцию. Когда все смогут? Так что под пять человек несложно подстроиться, я думаю. Ты так камеру держишь? Я никогда себя не вижу. Никогда. Так видишь? Так вижу. Так держать? Да нет. Так держать! Да нет, держи, как тебе удобнее, просто я особо себя не вижу. А вот так вот я, на самом деле, в пробке постоянно сижу. Я не знаю, какая-то привычка у меня. А что тут автомат, одна нога нужна, я так расслабленно, такая поза удобная. По-домашнему. Очень по-домашнему. По поводу домашнего уюта в машине, я не знаю почему, но мне создает черная крыша и мягкие коврики, которые у нас. Ненавижу резиновые. Зимой еще, когда в такси садишься, они все время скользят, если у тебя наледь какая-то на обуви. Плюс там все замерзает. А на ворсовых вообще отлично. Видно же, да, здесь крышу? Да. Вот кто бы что ни говорил, вот именно с таким цветом, с черным, в тачке супер уюта. Да, немножко темнее, но это прикольно все. В последнее время с Катюхой все время обращаем внимание на 32-й регион. Это Брянск. Твой родной. Брянск. И как только видим машину, сразу... О, Брянск! 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 А мы находимся, ну, практически в Госдуме. Вот это здание. Вот там Кремль, военно-исторический музей. Я же не показала. Что? Или показала, нет? Что-то они завяли. Я все цветочки взяла. Я не дарю, поэтому Катюха решила сама себя. Но на твои же деньги, считай, ты подарил. Ну да. 250 рублей. Сейчас напишешь, что я невнимательный. Вот Катюха. Да он, блин, постоянно дома сидит, работает. Если бы он, не знаю, работал в офисе, возможно, после работы он бы мне покупал. Не факт, но может быть такое. А так он постоянно дома работает, ему где, откуда. Хотя, есть доставки англошенца. Ну ладно, я все равно на его деньги себе цветок покупаю. Считай, сам подарил. Слушай, ну, нас сейчас, видишь, с тобой со свадьбы как бы тратить. Ну, понятно, ты купила недорого, и я бы мог так сделать. Ну, короче. А сейчас я взяла пакетик черешни у бабули. Выглядит очень симпатично, аппетитно. На, держи камеру, а то мне поворачивать не угол. Давай. Правда, я себя не вижу, сейчас я экранчик нарублюсь. Что-то еще хочет добавить? Мы сейчас едем по центру, но вы это уже поняли, и такая мысль в голову пришла, что почему-то мы видим очень мало флагов именно российских. Ну, понятно, уже Россия. При этом смотрим фильмы американские, там все дома увешаны, а у нас как будто нет любви к российскому флагу. То есть их вывешивают, когда День Победы, еще что-то, да, какие-то госпраздники. Если ты вдруг не повесил, как организация, флаг, то тебя штрафуют. А что бы их не оставить на постоянке? Что у нас, нормальный, красивый флаг. Вообще как во Франции, Словакии, Словении. Вон, даже здание, смотри, ФСБ, флага нет. Вон, этот политехнический музей, флага нет. Что там у нас еще рядом? Ну, детский мир, ладно, согласен, но нафиг там не нужен. Вот, например, в Питере их много, помнишь? Там много флагштоков, и прям, ну, красиво выглядит. Вот такие огромные есть. Мы приехали в Чеченскую республику, и там внутренний флаг вот Чеченской республики постоянно висит. Зелено-красный. Да, чуть ли не на каждом здании. И портреты кадыров. Ахмат, Хаджи, Кадыров. Он и Путин, вот. Там два портрета на каждом доме висит. Где-то три. Где-то три, да. Просто я заметила то, что в Чеченской республике там на каждом здании это висит. У нас вот в Москве такого нет. Все. Это без каких-либо оценочных суждений. Я так точно не знаю, как Андрей, но мне все равно на самом деле. Висят они, не висят. Хотя иногда встречаются. Вот, я вижу, допустим, вот на этом здании. Не знаю, что это за здание. Это тоже какая-то ФСБ. Ну, понятно, автобус все загородил. Вот это главное, а вот это не знаю, короче. Угу. Я не сильно разбираюсь. Ну, так иногда они встречаются в флаге. Ну, редко. Ну, редко, да. Все равно Москва такая красивая, мне так нравится. Вообще отличный город. А особенно ночью, когда темнеет, подсветка такая классная. Я вообще считаю, что, конечно, я весь мир не объездил, но в каких-то крупных городах был. Иллюминация именно в Москве топовая. Вот у нас умеют с ней работать. Очень красиво. Вот что удивительно, мы сейчас катались, захотели писать и заезжаем к брату в гости. Сейчас мы на янтарном проезде. Привет всем, кто живет здесь. Вот так вот я, когда мелкий был, шпунтик, выходил. Сейчас вот где лавки и вот эта клумба. Были качельки. Вот там сейчас отделение полиции. Видишь? Вот там. А, все, тебя уже жмет. Сейчас я дорасскажу. Там раньше детский садик был. Ну, все, погнали, погнали. Друзья, мы уже дома. Практически 11 часов. Только вернулись. Я камеру взял для того, чтобы сказать, что мне нравится то, что когда мы приходим домой, ты переодеваешься, выглядел красиво. Не ходишь в разодранной майке и так далее. Может быть, это немножко по-сексистски звучит. Когда вижу растрепанные, знаешь, какие-нибудь шорты непонятные, загашенная майка, это выглядит антисексуально. Но я такое видел в своей жизни. Дома все равно важно ходить. Ну, нормально. Ну, тебе понравилось, если бы я в дырявых трусах ходил? Такое было. Короче, у Андрея на жопе была маленькая дырочка. То ли он обо что-то зацепился, то ли протер. Я не знаю, была малюсенькая дырка. Он вставляет, короче, один палец в другую, вторую. И при мне делает вот так. Разрывает полностью труселя. Решил тебя посмешить. Но я же так не хожу все равно. А ты что думаешь? Ну, да, это прикольно. Наверное. Не знаю. Ну, мне самой как-то приятно ходить в чем-то красиво. Ты молодец. Держи. Держи. Сейчас девочки налетят на меня и скажут, ах ты езжок. Где оденешь? Так удобнее. Зачем хорошую одежду там используют? Ну, это домашнее. Я это на мусточ не ношу, это все для дома. Ну, ты все равно была где-нибудь в гостях, по-любому видела такое. Ну, да.